Здравствуйте, дорогие друзья, земляки! Судьба офицера, она сложная, и в ней может быть Афганистан, Чечня. Но в прошлом году мне предложили командовать, пригласили командовать легендарным парадом. И вы знаете, необычайное чувство волнения, переживания. Каждая встреча с ветеранами, с участниками парада 1941 года, чтение истории этого парада вызвали такое чувство, что те, кто шли по площади в 1941 году, они спрашивают, а что вы сегодняшние сделали для нашей страны? Что вы сделали для сохранения нашего народа? Для того, чтобы этот народ был вместе, чтобы он не был разорван и растаскан на какие-то квартиры. И, конечно же, то, что прошло на площади в прошлом году, 7 ноября, это яркий пример величайшего уважения, почтения сегодняшнего поколения тем людям, которые в те непростые, ужасные, страшные годы начала войны делали все для того, чтобы страна победила. Вот у нас, наверное, можно было бы посчитать, но мы знаем, что несколько десятков тысяч человек в Самарской области принимали участие в подготовке парада. Миллионы россиян видели, как проходило действие у нас на площади Куйбышева. Это как раз и было величайшим примером уважения, почтения и отношения к тем людям, которые создавали наше государство. И сегодня мы всем говорим величайшие слова благодарности, почтения нашим убеленным седым ветеранам, которые находятся здесь, потому что они работали на фронт, они были на фронте. Один небольшой пример из истории парада 41-го года, который перешел в парад 11-го года. На площади 7 ноября 41-го года шел ученик фабрично-заводского училища, Володя Чудайкин, который в мае 45-го года поставил свой танк напротив Рейхстага младшим лейтенантом Чудайкиным, героем Советского Союза. Мы можем гордиться своей историей. Самарская земля показала много примеров героизма, не только боевого и трудового. Конечно, труд есть основа. И в этом году парад, который будет проходить по площади Куйбышеву, он будет посвящен труженикам тыла. Это очень приятно, потому что труд – это основа. И сегодня мы говорим, что наша страна доказывает своей историей, что только единение, только совместная работа, только это приведет нас к успеху. И сегодня нам снова, как воздух, как хлеб, необходимо чувство народного единства. Мне хотелось бы поблагодарить губернатора области, Николай Иванович. Большое вам спасибо, что вы поддержали инициативу и собрали здесь людей, которые прекрасно понимают, что только вместе, только с общими усилиями можно выработать стратегию развития. И никогда мы не откажемся от идеи единения. Мы, представители общественных, политических, религиозных, профессиональных, профсоюзных организаций, депутаты различных уровней, представители всех общественных групп, всех сфер народного хозяйства, собрались здесь, чтобы выразить свое мнение и понимание путей социальной консолидации общества. Мы ответственно заявляем о необходимости сплочения усилий для решения насущных социально-экономических задач на основе патриотизма. Не в узкогрупповом эгоизме и бессмысленной игре частных самолюбий лежит путь возрождения славы и гордости Самарской земли. В уважении истории, в совместном преодолении трудностей и вызовов 21 века, в укреплении народного единства наш путь к успеху. Когда мы едины, мы непобедимы. Самара – столица космического ракетостроения. Самарскими инженерами и конструкторами были изготовлены две ступени ракеты-носителя корабля «Восток», доставившего на орбиту первого космонавта Юрия Гагарина. Спустя полвека две с половиной тысячи студентов отправили свое послание в космос. Практически все пилотируемые запуски в мире сегодня производятся на ракетах, сделанных в Самаре. Самарский государственный аэрокосмический университет – авиационная кузница кадров мирового масштаба. Все это позволяет Самаре удерживать славу космической столице. Слово предоставляется директору молодежного инновационного центра Самарского государственного аэрокосмического университета, кандидату технических наук, руководителю студенческой конструкторской группы, создавшей университетский искусственный спутник Земли, который в 2013 году будет выведен на оклоземную орбиту, Ивану Сергеевичу Ткаченко. Здравствуйте, уважаемые участники форума Народного Единства. Глядя на эти кадры за моей спиной, я вспоминаю, какие эмоции, какой восторг вызывали сообщения о полетах космонавтов, о запусках космических аппаратов и ракет в космос у мальчишек моего поколения. Поэтому, когда я увидел в 3-м корпусе Аэрокосмического университета знаменитые королевские слова «летать и строить, строить и летать», я уже точно знал, что моя жизнь будет связана с космосом. За время обучения я познакомился, узнал о грандиозных проектах, которые были реализованы в нашей стране, космических проектов, и я понял, что их реализация была бы невозможна без многотысячных, высококвалифицированных трудовых коллективов и без объединения всего общества. 90-е годы были трудными для нашей страны и для отечественной космонавтики в частности, но сегодня нам приходится уже догонять компании и страны, ушедшие вперед. Но сохранились серьезные производственные традиции. Сильны научные школы, вузы готовят высококвалифицированные кадры. И у нас сегодня есть потенциал для совершения новых проектов и решения новых задач. В 2006 году группа студентов, в которую я входил, Аэрокосмического университета, был инициирован проект по созданию университетского студенческого малого космического аппарата АЭСТ. За это время аппараты уже сегодня изготовлены и готовы к отправке на космодром. Это совместный проект, который был реализован при участии студентов Аэрокосмического университета, при поддержке нашего главного предприятия ЦСКВ «Прогресс». Эти аппараты были изготовлены на этом предприятии. И, конечно, при поддержке администрации Самарской области. Этот проект лишь один из немногих, который просто является хорошим примером того, как может эффективно работать в объединении наука, производства и власть. Сегодня у нас есть все возможности, все силы для решения новых задач и создания новых проектов. Если говорить о космонавтике и о продолжении нашего проекта, сегодня уже готовится, прорабатывается новый космический аппарат АЭСТ-2, который будет уже призван решать задачи народно-хозяйственные в интересах Самарской области. Я верю в то, что такие проекты при поддержке государства будут успешны. Николай Иванович, поверьте, потенциал у нас есть, и мы эти задачи выполним. И сегодня, накануне праздника Дня народного единства, я хочу пожелать нам всем новых свершений, новых проектов в космосе и на Земле, в медицине и в спорте, в науке и в искусстве. Проектов, которые приносили не только ощутимый социально-экономический эффект для нашего региона, для нашей страны, но и приносили удовольствие, радость и удовлетворение тем людям, которые этот проект реализуют. Спасибо. С праздником. Спасибо.